Не раз уже в своих новостях мы рассказывали об экскурсиях, которые проводятся в студии нашего телеканала. К нам приходят и взрослые, и дети, последние нередко целыми классами. Так на днях шестиклассники седьмой школы посмотрели на работу телестудии, что называется, «Сознанки». Ребятам рассказали, как делаются новости. Каждый желающий мог задать интересующий его вопрос журналистам, а те охотно отвечали. Наш корреспондент Максим Козлов, к примеру, рассказал, что происходит после съемки сюжета до выхода его в эфир. После этого я сажусь, пишу непосредственно текст, вставляю в него интервью, вставляю свой закадровый текст, потом я начитаю. После этого я отправлюсь в монтажную комнату, которую вы уже все видели, начитаю там тексты с монтажером, и уже сделаем то, что вы потом и ваши друзья, и ваши родственники будут смотреть по телевизору. Наибольший интерес у гостей телеканала вызывает студия, которая знакома каждому, кто смотрит «Видное ТВ». Но с экрана видно только ее лицевую сторону. Ребята с интересом рассматривали техническое оборудование, попробовали даже сесть в кресло ведущего. Для «Шестого Б» это не первое знакомство с журналистикой. Ранее сотрудники телеканала сами приходили к ребятам в школу, рассказывали об интересных моментах своей профессии. Своебразная игра в журналистов очень понравилась ребятам. Те даже попробовали сами взять интервью у своего классного руководителя. Юлия Александровна, сколько лет вы учите физику? Шестой год. Спасибо. Что, и все? После этих творческих встреч некоторые загорелись участием в детских творческих проектах телеканала. «История Видное ТВ» насчитывает десяток таких проектов. На сегодняшний день возобновлено создание передачи для школьников «Наше время», в которой основные функции корреспондентов, ведущих, выполняют сами ребята. И сегодня, накануне выхода 32-го выпуска передачи, в нашу студию мы пригласили тех, кто ни много ни мало стоял у истоков создания программы. Это Екатерина и Виктория Лохматовы, а также одна из учениц 6-го Б-класса Видновской школы номер 7, Женя Лайкова, которая пока только мечтает стать участницей нашего времени. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Катя и Вика, почти 6 лет прошло с того момента, как вы попали тогда еще только зарождающуюся передачу «Наше время». Помните, как это было? Ну, на самом деле, все началось с кружка журналистики, на который нас пригласили, причем совершенно неожиданно для нас с Катей, когда мы снимали сюжет о учителе истории в нашей школе. И сначала на кружке журналистики наши преподаватели рассказывали нам о каких-то теоретических основах журналистики. Наверное, скучно было теорией заниматься. Мы, конечно, безумно ждали практику, и потом к практике перешли. Конечно, поначалу у нас там дрожал голос, тряслись руки, но со временем все наработалось, и сейчас у нас уже такая веселая команда собралась, с которой вообще не хочется расставаться. Каждая передача особенная, правда? Конечно. Какие съемки запомнились больше всего, Вика? Ой, ну мне, наверное, больше всего запомнились съемки, когда мы снимали сюжет о профессии стилиста, и решили нам с Катей сменить прически. И если Катя осталась в своем прежнем виде, в принципе, то мне очень сильно укоротили волосы. Но вот до сих пор хожу с этой стрижкой, мне очень понравилось этот эксперимент, удался. Катя? Ой, мне, наверное, больше всего запомнилось, когда мы снимали подводки о пейнтболе, играли всей командой, и там же, в этот же раз, мы съезжали с канатной дорожки с высоты трехэтажного дома, наверное. А я очень боюсь высоты, это было очень страшно, я это запомнила на всю жизнь. Ну видите, какие впечатления. Сегодня команда нашего времени, хоть и небольшая, да, но проверенная нашим временем. Жень, ты тоже хочешь к нам присоединиться, насколько я знаю, что тебя тянет? Я очень долгое время смотрела, как ребята ездят, ходят в разные места, как они веселятся. Очень интересно, и мне очень захотелось сейчас и в будущем связать свою жизнь с журналистикой. Ну что ж, девчата, принимайте Женю в свою команду, я думаю, что со временем она станет действительно вашей частичкой. Ну а я напомню, что в гостях у нас были юнкоры Екатерина Виктория Лохматова и Евгения Лайкова. И не забудьте, в пятницу на телеканале Видное ТВ выйдет новая передача «Наше время», начало в 17.15. Не пропустите!